Ас-саляму алейкум, рахматуллаху, баракату, братья и сёстры. В завершении этого календарного года хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу завершения года и начала следующего года, и что для мусульманина, для верующего это означает, и как он должен к этому относиться. Хочу начать свой разговор со слов великого ученого Аль-Хасан Аль-Басри, где он говорит «Аль-Инсану бидлату айям, кулла мангказа яумун ингказа бидлату айяму», сказал он. Человек, он есть время, считанные дни. Всякий раз, когда истекает день у него, из него убывает частичка. По истечению каждого дня, каждого месяца, каждого года мы приближаемся к своему установленному концу Всевышним Аллахом. Приближаемся к встрече со своей смертью. И тяжело и вообще нелогично, неразумно называть истечение целого года из жизни праздником. Праздники ислама отличаются тем, что они знаменуют действительно то, что можно назвать праздником. Это завершение 30-дневного поста. Это завершение паломничества. Завершение заключения лучших дней года Зульхиджа. То есть праздник Ураза Байрам, праздник Урбан Байрам, они знаменуют заключение покорности Всевышнему Аллаху. Поклонение Всевышнему Аллаху. И именно эти праздники закладывают такой смысл в нашей жизни, чтобы мы делали вывод, следующий вывод, что для нас праздник. Для верующего праздником является только то, что его приближает ко Всевышнему Аллаху. Как сказал один из великих сподвижников, каждый день, всякий день, в котором я провел в покорности Всевышнему Аллаху, он для меня праздник. То есть то, что гарантирует нам вечный успех, гарантирует нам вечное счастье, это и есть праздник. А заключение, завершение календарного года — это не праздник для нас. Но, однако, это повод. Мусульманин должен, сознательный мусульманин, глубоко верующий во Всевышнего Аллаха должен во всех событиях находить для себя урок и извлекать эти уроки. Истек целый год. О чем стоит задуматься? Стоит задуматься о том, что все-таки мы ведем отчет по этому календарю, строим свои планы согласно этому календарю, подсчитываем свои доходы успехом и так далее согласно этому календарю, точно так же подвести итог своей покорности Всевышнему Аллаху. Что удалось? Приблизились ли мы ко Всевышнему Аллаху, или же мы отдалились от Всевышнего Аллаха? И проводить именно вот ночь истечения этого года в таких размышлениях, когда огромные толпы людей проводят время в забавах, в забвении своего Господа, провести эту ночь с такими мыслями, с такими размышлениями, поминанием Всевышнего Аллаха и отказом от уподобления таковым, ибо посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал «Ман ташаббаха би кавмин, фа хуа минхум» «Тот, кто стремится быть подобным на какой-либо народ, он будет из них», сказал посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, не допуская при этом каких-либо ослушаний, каких-либо празднеств, ибо это не праздник, истечение года это не праздник, это, напротив, это повод для печали, повод задуматься о том, куда мы идем, к чему мы стремимся, к чему мы приблизились, приблизились ли мы к тому, что вызывает довольство Всевышнего Аллаха, или же мы отдаляемся от Всевышнего Аллаха, стали ли мы лучше, более лучшими рабами своего Господа, или мы стали более грешными, вот именно это событие, событие истечения года и наступления Нового года, это серьезный повод для того, чтобы отчитать самого себя, для того, чтобы анализировать свое поведение, себя самого, но не повод для радости, веселья, не повод для праздника, а повод для поминания Всевышнего Аллаха. Я уверен, те уверовавшие, которые проведут это время в поминании Всевышнего Аллаха, обретут более лучшую степень перед Всевышним Аллахом, ибо есть хадисы пророка, салли Аллаху алейхи вассаляма, которые гласят о великой награде того, кто поминает Всевышнего Аллаха именно в тех местах, именно в то время, когда большое количество людей проводят в забвении своего Господа, и проводят время именно таким вот образом. И, конечно, пользуясь, раз уж мы говорим об этом событии, хотелось бы сказать о тех людях, которые расходуют средства свои, деньги на всякую пиротехнику, которая тратится, просто так выбрасывается на воздух, этими средствами эти средства направить на что-либо более благое, ибо таким образом они совершают очень много грехов, то есть подвергают риску людей, подвергают тревоге людей, огромное количество, большое количество людей, больных, людей, которым не до веселья. такое поведение просто может стать причиной ухудшения их положения, поэтому еще раз призываю Всевышнего Аллаха и прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он простил нам наши грехи, чтобы Он сделал нас из тех рабов, которые знают цену самому себе, ибо те, которые больше знают себя, больше познают Всевышнего Аллаха, и те люди, которые больше размышляют над теми событиями, которые происходят в этом мире, извлекающими из этих уроков, из этих событий, событий, лучшие уроки для своей жизни, для своей религии. Пусть Аллах сделает нас из таковых. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok